Камень прикновения, бабушка и дедушка. Я рассказала, что 10 лет назад, когда я очень любила вашего папу, очень хотела быть с ним, они меня не принимали. Да. И знаете, даже я сейчас разбираю свои чувства. Водителя не жалейте, у водителя такая работа, что он тут и не такое слышал. Я разбираю свои чувства, и я понимаю, что я вот к этим родителям именно сегодня и сейчас я испытываю такую яркую ненависть. Мне нужно прожить это чувство, я не хочу его давить, я не хочу открепляться, я их просто ненавижу. И поэтому у меня это всё брыжет. Но опять же, я сказала, Ролан, говорю, Ролан, вот потому что так-то и так-то. Они не принимали меня, я их никак там не обзывала. И в какой-то момент я говорю, папа ушёл, оставил меня, потому что он боится своих родителей, он боится им слово сказать. Он так воспитан, что он их раб, он неплохой, просто он их раб. Поэтому я буду воспитывать вас по-другому. У вас на первом месте, когда вы вырастите, будет ваша жена и ваши дети. А я буду человеком, который будет вас всегда любить и будет рядом, когда нужна буду. Не нужна у меня своя жизнь, но я всегда вот здесь у вас, в сердечке. Я буду в сердечке. Ну и когда я это всё рассказывала, Ролан говорит, почему, почему бабушка так поступает, сидит вчера, говорит, почему, почему, да что я трус какой-то, да что у меня, я что трус, где мой телефон, я говорю, Ролан, хватит, он говорит, я позвоню, я ей скажу. Я говорю, Ролан, представляете, какая сила в мальчишке, в десятилетнем пацане, а я не пристекаю, потому что он будущий мужчина, он когда-то позвонит так и кого-то другого защитит. Он когда-то защитит своих детей, свою жену. Тегран, да, очень сильно зависим от родителей, это уже, знаете, не смешно. И он позвонил бабушке, я говорю, Роланчик, ты можешь этого не делать, потому что это взрослый человек, всё равно она выкрутит так, что ты будешь как в дураках, но он говорит, я хочу это сделать, почему я как трус, его слова, он говорит, сижу здесь в комнате и вот так вот говорю, я не могу глаза сказать, я говорю, ты маленький, не твои проблемы, не твои конфликты, я справлюсь, я говорю, я тоже не из робкого десятка, он всё-таки, я не делаю детей ответственные за мои отношения. Он взял трубку, позвонил, сказал бабушка, зачем ты так сделала, что мои папа и мама не вместе, а это именно она сделала, именно они это сделали, потому что Тегран очень зависим от родителей, и я это видела ещё тогда, 10 лет назад, и почему я их сейчас так ненавижу, именно ненавижу, я хочу прожить эту ненависть, я буду их полоскать здесь до тех пор, пока последняя капля моей ненависти не вылится, и меня не боюсь ничего, дети мои в Моздок больше не поедут, они внуков своих могут увидеть только в Москве, так, пожалуйста, берите свои гроши, приезжайте, встречайтесь здесь. Детей, дети мои не бедные, что я поливаю хоть за грязью, я не поливаю грязью, я рассказываю ситуацию, дети вырастут, посмотрят эфиры, увидят всё, как было, никто от них не скроет, я не смогу закрыть им глаза, они всё увидят. Сейчас, зачем мне их обманывать? Вы говорите, вот там та развелась красиво, вся развелась красиво, да, молодцы, они развелись красиво, но у них не было эфиров из Дома-2, которые потом ребёнок посмотрят. У них этого не было. Сейчас сидит Тигран, прикидывается жертвой, на меня все шишки сыплет, вот каждое его слово будет и моё слово, и мне вообще всё равно, как я выгляжу, всё равно, потому что я живу свою жизнь, где я освобождаюсь. Так вот, кстати, смотрела сегодня Тиграна истории, Господи, как он глуп, как он глуп, он сидит, обзывает людей крысами, рассказывает о том, что крыса благодарное животное, что она благодарит за всё, за одну услугу, которую ты сделаешь, и всю жизнь будет тебя крыса благодарить. Это он читал историю про мужчину, который в местах лишения свободы накормил крысу, а она потом монеты таскала. И он говорит, будьте благодарны, будьте… А ты, ты-то, ты-то, друг, благодаришь? А чё ж ты себе не скажешь это? Чё ж ты себе не скажешь? А где твоя благодарность за то, что я для тебя делала? Где твоя благодарность за машину, которую я тебе покупала, которую оплачивала тебе? Ты сидишь, ездишь, ты даже не задумываешься, что я спускаю очень много денег на такси, на общественном транспорте. Где твоя благодарность, дружочек? Ты почему у людей видишь соринку в глазах, а у себя бревна не замечаешь? И вот он так, что бабушка ответила Ролану, сказала, что твоя мама все сама начала. Тогда, когда я на море сказала, друзья, так не пойдет, надо мне помогать. Почему я сказала? Потому что я уже видела очень сильное потребительское отношение. И ненависть моя к ним, именно потому что 10 лет назад они попили мои крови, я настолько любила Тиграна и хотела быть с ним, что я их простила. Я тогда их простила. Я видела, как они относятся ко мне, я видела, для меня был шок. Почему, если я люблю человека, он любит меня, почему он так боится своих родителей, почему он бросает, почему он уходит, почему эти родители что-то решают, если они его не содержат, меня не содержат, мы не живем в их доме. Почему? И я их оправдала. Я знаете, что сделала? Как я их простила? Я дала им право на ошибку. Я ошибаюсь. Каждый из вас ошибается. Они тоже могли ошибиться. Тигран мог ошибиться. Я простила всем сердцем. Простила. Простила и любила их. А сейчас, по истечению 10 лет, я поняла, что они не любили меня. Они были неискренни со мной. И пока у меня не было троих пацанов, не было денег, не было признания, не было квартир, она еще как-то тихо, мирно ехала. Когда шли годы, и моя свекровь видела, что ее дочка сидит одна, никому не нужна. Ни котенка, ни ребенка, ни мужика какого, ни приключений в жизни. Живет просто с пустоцветом. А я знаю, что это ее... Она расплачивается за своих родителей. За то, что когда-то, 10 лет назад, они обижали беременную сироту. За то, что они даже не подумали, что... Подожди, может, у этой девочки нет родителей. Она беременна. Никогда не обижайте беременных. Никогда не обижайте сирот. Кара небесная все равно свалится на ваши плечи. А они обижали. Если вам не нравится, вы можете не слушать. Да, у меня сейчас кипит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зависла, да, девчонки, зависла. Потому что я проезжаю лесополосу. Так вот, на чем я остановилась? Вы пишите, да, они думали нищенка. Я это все простила и любила их. И когда моя свекруха увидела, что у меня поперла, что у меня пошли деньги, что у меня пошли здоровые, талантливые сыновья, а ее доня сидит, инфантильная, она, видимо, начала мне завидовать. И я чувствовала это раздражение, но я думала, ну, может, она устала, может, она то. Постоянно ее оправдывала. Постоянно оправдывала ее. И вот это лицемерие, оно все вылилось тогда, когда я просто сказала, друзья, так не пойдет. Я везу вас за свои рекламы на море. Вы отдыхаете. Я понимаю, что пришли отдыхать, но с детьми надо помогать. Как мне Тигран говорит, Юля, это же наши дети. Слушай, я говорю, ну, это твои родители. Почему я их везу на море, я не поняла. Вот. И поэтому, понимая все это, анализируя все это, когда мне Тигран, отец звонил еще до того, как он начал мне рассказывать, что я психбольная, мне надо полечиться. Мужчина, 60 лет, с Кавказа. Как тебе не стыдно вообще звонить? Девчонке, своей снохе. Сыну своему скажи. А сына, трусишка, голову в песок, выключил телефон и сидит, дрожит. Вот. Да, злая, злая сейчас. Вы знаете, ненависть, злоба, еще что-то, это тоже часть каждого человека. Если уже вы говорите о принятии себя, то надо принимать и это тоже. Да. И это тоже надо принимать в себе. И мне его отец просто прямым текстом и говорил, так я же на свадьбу не поехал, потому что тебя же за человека не считал. Я тебя не воспринимал. То есть ты, свои 60 лет, после того, как 10 лет, я столько сделала вам, столько служила, так любила, ты даже не чувствуешь. То есть это не было с оговоркой такой, типа, очень жаль, что я тогда так думал. Я, наверное, был молод или еще что-то. Он считал, что он прав. А потом я увидел, что ты простая и понял, что будем дружить. Ах, ты ж ешкин кот. Значит, ты такой, что ты можешь, не зная человека, вот так вот судить. Вот так ты можешь поступать, и спустя 10 лет тебе за это не стыдно? Ты кто? Кто ты? Почему я должна испытывать к тебе другое совсем чувство, а не ненависть? Как они мне детей то с ушами, то с лишаями возвращали. Не поедут туда дети, не поедут. Если хотите отписаться, можете отписываться. Вот такая у меня потребность. Машину я не знаю, как забрать. Но отца ее записал, я другое заберу. Покажу им, как вы говорили. Почем в Одессе рубероид, они у меня еще увидят. Я с документами улажу и подам на развод. Сестра Тиграна не замужем, без всех приключений, без всяких, то есть ни котенка, ни ребенка. Сидят только вот мои эти все, обсуждают движение. Да, вот так. У меня уже было так в жизни, когда были конфликты, и я очень ненавидела людей, с которыми я схлестнулась. И вот эту зависть нужно прожить, ее нужно проговорить, ее нужно выплеснуть. Ну, простите, что вам приходится слушать вот это вот, кто там говорит, грязь, дерьмо, как еще хотите называйте, вам придется послушать. Вот, но я думаю, что для многих это будет уроком. Моя вина в чем? В том, что я допустила такое отношение к себе. В том, что я не выставила границы, я не знала, что это надо делать. Ну, не подсказал мне никто, что, Юль, все круто, но границы надо выставлять. Не нужно, чтобы свекровь звонила Тиграну. Ты опять с детьми? Она по салонам? Вот так вот. Ну, она бы сама с кайфом по салонам поездила. Ей так же, ее свекровь звонила в молодости, в субботу 10 утра. И говорила, Таня, ты спишь? Виталий голодный, домой идет с пакетами. И она это так осуждала, она рассказывала. Это в позиции жертвы. Какая она бедненькая, сама так же мне делает. Вот это называется незакрытый гештальт, который она хотела закрыть за счет меня. Но за счет меня не получится это сделать. Я не тот фрукт. Хороший ход записать машину на отца. Тогда немного различались налоги. В Осетии налог был 18, в Москве 48. И вот так вот он решил. Плюс у отца инвалидность. Он сейчас на инвалидку ставит пацану. Да, свекровь завистливая. Она, когда ей... Сейчас я попью водички. Когда я ей что-то говорила, она почему-то всегда сравнивала с собой. Я думаю, почему он мне не дает совет? А Виталик вообще не сидел с детьми. А я? А я за три копейки работаю. А я? А я думаю, господи, а что, другого ничего нельзя сказать? А потом я просто открыла статью, что такое зависть. И там белым по черному написано, что идет сравнение, идет на себя перетягивание. И как-то вот так. Все. Все. И про них сказала. Слушайте, аж легче стало. Спасибо вам, что слушаете меня. Вот кто пишет, что хабалки... Хабалки — это те, которые ругаются там матом на... на рынке. Понимаете? Я не хабалка. У меня просто язык в том месте. Да, я словом могу убить. У меня подвешен язык. Есть такое. Это еще один из моих талантов. Я им пользуюсь. Почему я не должна пользоваться? Кто мне ответит? Правильно, молодец. Спасибо. Ой, Хасанчик, привет. Всегда будут люди, которые... Всегда будут люди, которые за, всегда, которые против. У каждого своя правда, у каждого свое мнение. Вот. Но я от этой семейки открепляюсь. Я совершенно не жалею о том, что я здесь говорю. Я отдаю себе в этом отчет. Мне это не нужно. Я понимаю, что себя нужно окружать только людьми, которые будут тебя любить, уважать. Эти люди хотели уважения от меня, при этом не уважая меня. Уважение — это не страх перед кем-то. Уважать можно человека за то, что он уважает тебя. Мне всегда Тигран говорит, Юля, у нас так, на Кавказе у нас так. Младшие уважают старшего, а старшие могут сделать то, что хочет. В смысле? То есть, если мне выпало быть младшей, то я вечно терпила, об меня можно ногу вытирать? Ноги? Это тебя так воспитали. Тебе внушили, что ты младший, ты лох в этой семье. А у тебя будут столько ноги вытирать, сколько потребуется. Ты будешь жить просто слугой этим родителям. Без собственного слова. Ты будешь терять. Ты будешь терять тех, кто не будет таким же мямлей, как ты. Не будет так же постелаться. Я его не просила никогда ругаться. Я сказала. Даже Ролан уже бабушке позвонил, сказал, зачем ты это делаешь? Он не может сказать этих слов. Он не может сказать, мам, я очень тебя люблю, ты мне очень дорога, но, пожалуйста, давай сделаем так, чтобы вы никак не касались моей жены. Для меня это важно. Что такое? Не пойму ничего. Отрубят кусок башки или что ему отрубят? Если он так скажет. Нет. Это воспитание такое. Воспитание, в котором он, правильно мне девчонки написали, поэтому он ничего не может добиться в жизни, потому что для родителей он был пустое место. Если ты для родителей пустое место, то и для людей во взрослой жизни ты пустое место. Ни он, ни сестра ничего не добились. Сестра там писала мне сообщение, что они там где-то меня подобрали, где-то без Николани двора. Ну, извините, я сами видели видео, и правильно написали мне подписчики. Я и на сцене выступала. Я уже после того, как они там меня типа подбирали, я уже в Кремле выступала, залы собирала, овации срывала. Что ты добилась, дорогая моя, что ты видела, что ты сама сделала без родительской подмоги. Вот в чем прикол. Что вся семейка в своем глазу брена не видит, но зато соринки у всех находит. И Тигран такой же. И раньше я думала, что он не такой, такая дура. Почему я думала, что он не такой? А знаете почему? Потому что по шерстке гладила, потому что подсознательно знала, что не надо, не надо ковырять, там будет то, что я увидеть не готова. А потом в какой-то момент, да, просто ты мне нужна злая. Правильно, не нужна неудобная. С языком. Нужен удобный унитаз. Желательно, чтобы была подложка мягкая. Ну вот, пусть найдут себе удобный унитаз. Да, злоба идет, и ненависть, и злоба. Это все эмоции, от которых не нужно отказываться. Тигран сказал, что он пока молчит. А что он скажет? Что он скажет? Тем, что он меня упрекал, что я работник завода, стахановец, и меня на завод надо на огород, потому что я много делаю. Его лентяя поднимаю с кровати, заставляю ремонты делать и работать. Что он скажет? Что я такая плохая семью содержала? Что он скажет? Мне даже армянки, подружки мои говорят, что мы, если честно, мы армянки, мы были в шоке, как ты покорно вела себя с ним у нас в гостях. Даже девочки, девочки кавказской национальности, они были удивлены, они говорят, Юль, как ты вот так? А я старалась. Я старалась для него. А он, конечно, что он скажет? Во-первых, ему тяжело что-то сказать, потому что двух слов сказать не может. Во-вторых, что бы он ни сказал, это будет против него обернуто. Он это понимает. Что он скажет? Он вчера хотел сказать, в итоге взял сына, сдал. Он пришел сегодня мне детей забирать, типа на 23-е. Я говорю, я пришел на пафосе опять. Это он у вас здесь сидит такой бедненький, сопли жует. А ко мне приходит на пафосе, ты что детей не одела? Я ботень. И знаете, раньше я вот на этот вот брызг, я бы промолчала, говорю, подожди, чуть-чуть сейчас одену. А сейчас я не буду. Я не молчала, я ему как запхала, что это твои дети. Мог бы одеть, раздеться, дрыхнешь, ни хрена не делаешь, еще сейчас что-то мне тут рассказываешь, попотеешь. И что с тобой не будет? Вот. А я не стала. Я не стала себе за пазуху опять это все закладывать. Павел Боля хорошую фразу сказал, что если вас что-то не касает, что-то не устраивает, и вы хотите сказать, скажите, здесь, в комнате, пока стоите, не нужно с тобой из комнаты выносить недовольство. Говори здесь. Не нужно это делать. Слушай, пишите, хватит, плохая, злая, но 4700 смотрят. Вот такая у меня есть потребность. И пока она будет, я буду говорить. И самое главное, знаете, что девочки, что все-таки нужно замечать звоночки в начале отношений. у меня был не звоночек, у меня был просто колокол на бат, когда он соскочил от меня беременной. Но некому, некому было подсказать мне, сказать, Юля, это не норм, это не прощается. Это получилось не потому, что его срочно забрали в армию, это не получилось, потому что, это получилось не потому, что его, ну, обстоятельства непреодолимы силы, это потому, что он трус. Он трус. Не важно, что он испугался, не важно, как задрожали его коленки, важно, что он сделал, какой поступок он сделал. Он сидит, говорит, что он, да, попью. Он сидит, говорит, что он, что он не будет заносить заявление на развод, что он будет спасать семью. Сидит, говорит, а делать-то не делает. Сидит и ждет, пока кто-то придет. И спасет за него семью. Мне эта история вообще не нужна. Вообще. Где были мои глаза, скажу где. В любви. Он бросал беременную, да, когда я была беременна Ролана, поэтому я не хочу сейчас ему врать. Ребенок вырастет, загуглит эфиры дома 2, посмотрит, увидит, что было. Вот. Это мое решение, моя жизнь. Пусть будет так. Вот мне девочки писали, Собчак говорила, что в почитании, да, тот эфир, когда она говорила, у него в почитании родители, но если мне нужно будет, если тебе нужно будет, он тебя защитит. Вот пришло нужно, и защиты не было. Вот так. Любовь прошла, да, любовь прошла, и мы с детьми разговаривали, они говорят, мам, ты могла бы, может, все-таки извиниться перед ними, чтобы спасти семью. И я им честно сказала, Иролану и Ильдару, что у меня убили любовь. Я не знаю, больно это, не больно. Я сказала, что вас я буду любить всегда, вы мои дети. Но любовь мужчины к женщине можно убить. Можно убить. Если долбить, 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 долбить. Березу, когда гнешь, она очень сильно гнется. Очень сильно гнется. Но в какой-то момент уже, в какой-то момент уже она настолько выстрелит. И ты так получишь по лбу, что мало не покажется. Вот. А сейчас все, что происходит, да, это свекровушки. Спасибо. Спасибо. Маму Лику. Маму, она до сих пор не понимает, что она сделала. Ей спасибо. Сын ее очень зависим от нее. Очень зависим, эмоционально травмирован. И отец там тоже прикладывает руку. Вот. Поэтому все деточки будут рядом с ней по итогу. Нечего убивать любовь. Нечего лезть в чужую семью. Голос, да, сейчас вот еду как раз лечить. Свою маму обсуждай. Я обсуждаю свою маму. Я рассказываю о ней. Я рассказываю о ней только хорошим. Мне пишут, почему ты его маму так ругаешь, а свою нет. А моя мама меня не обижала. Семьи мне не разрушала. Она меня поддерживала и любила. Я понимаю, что можно не любить сноху. Ты можешь не любить ее. Ты можешь не платье любовью к ней. Но какой-то нейтралитет держать, какое-то хотя бы уважение, выбор своего сына, как-то быть в стороне, как-то вот не лезть. Это можно. Жди бумеранг. Да и пусть будет бумеранг. Знаете, очень многое зависит от свекрови. Очень многое. Она сейчас воспринимает, что она на первом месте должна быть у своего сына. Почему? Потому что когда-то, когда она была молодая, ее свекровь, мать ее мужа, тоже ее гнобила. И ее муж выбрал мать, а не ее. Она всю жизнь прожила в этом. Она всю жизнь мыла полы по субботам у ненавистной свекрухи и проклинала ее. Но сказать ей этого не могла, потому что язык в заднице. Всю жизнь он в заднице. Вот. И естественно, это психологическая травма. Когда свекровь умерла, Царство Небесное, из нее полилось. И это лилось постоянно. Это лилось везде. И при мне, и не при мне. И вот сейчас она считает, что ее сыночка, корзиночка, должен так же выбрать ее, а не меня. Как когда-то выбрал ее муж, свою мать. И эту ситуацию спровоцировала не я, а она. Сознательно ли? Подсознательно ли? Я не знаю, что сделано, то сделано. Только я не тех кровей. Я не из того теста. Я не дам себя так унижать. Я не дам себя так топтать. Я уйду, растопчу сама, плюну и забуду. Вот так я сделаю. От мужа зависит. Все правильно. От мужа зависит. Муж должен. Я вот смотрела с Атью. Правильно он говорит? В жизни каждого мужчины есть две любимые женщины. Мать и жена. Главное, чтобы они не пересекались. И каждый из них наедине ты рассказывай, насколько она тебе любима. Так поступает мудрый мужчина. Мне же Тигран постоянно носил ее слова. Ей, видать, мои какие-то. Когда уже, вы знаете, я чувствовала такое потребительское отношение к себе. Я когда возила их на моря за свой счет, в рестораны, на различные развлекухи, я видела, как она принципиально не подходит по Грату, принципиально не берет его на руки и смотрит на меня, думает, Господи, когда же ты сдохнешь, а? Когда ты устанешь до такой степени, что ты взорвешься и рекламировать это все, и детям сопли вытирать, и все это делать, когда же ты устанешь, так, чтобы ты подохла. Я видела, я заглядывала ей в глаза, я говорила, вы поели, я кушать хочу. Я не могла сказать, Татьяна Христофоровна, встаньте, пожалуйста, займитесь внуками, я занята. Я не могла так сказать, я их боялась. Я все это время их боялась вместе с Тиграном. Вместе с Тиграном, потому что мы разделяли, видимо, на двоих это чувство. Люди, когда долго живут вместе, они иногда начинают делить определенные чувства на двоих. И потом, когда я осознала этот страх, разобрала и поняла, что это не мой страх, я от него открепилась. Я детей себе рожала, конечно, а кому? Тигран тебе выскажет за этот эфир. Как выскажет, так и проглотит то, что он выскажет. Не надо было доводить ситуацию до такой степени. Это он ее довел, то он вам рассказывает, что были такие скандалы. Какие там были скандалы за закрытой дверью. Он полгода мне мозги выпотрошил. Ты меня мама лишила, у меня мамы не будет. Я говорю, какая мама 35 лет? Какая мама? Какая мама? Ты сам уже папа, трое детей у тебя. Какая мама? И все это я оставляла за закрытыми дверями. Я сглаживала, все полгода сглаживала, а потом в какой-то момент просто уже не смогла. Просто уже не смогла. Уже я настолько выдохлась, он настолько выпил меня с этими скандалами, что я уже не стала сдерживаться. И Ролан уже начал видеть, все это начали видеть дети, потому что уже я не стала за свой ресурс. У меня начались психосоматические заболевания различные. вот. Я думала, ты мудрая была. Да, я тоже думала, что в этом мудрость. Вы знаете, вот иногда ты думаешь, я буду мудрее, я буду мудрее, но ни в коем случае не нужно переходить к черту жертвенности. Вот когда ты уже начинаешь жертвовать собой, все равно выльется потом в другом. Выльется в другом, выльется в том, что накопится очень много чего-то черного, которое все равно потом будет выливаться. Оно не принесет... Так смешно пишите. Оно не принесет счастья. Вот. И мужчинам не надо жалеть, не надо никого оправдывать. Счастья вашей семье. Спасибо большое. Почему Тигран не помогал мне на море? А вот спросите, почему. Потому что сам неблагодарный ходил. Фу, бассейн и воняет, опять сосиски. Фу, море грязное. Фу, ты нас салили. Че ты фукаешь? Ты это все организовал? Ты кто? Че ты фукаешь? Иди заплати. Купи мне Турцию. Отведи меня куда-то в другое место. Че ты фукаешь? Помогал. Что он там помогал? Он мне говорил, что я не умею отдыхать, релаксировать, что я вечно всех гоняю, а он приехал отдыхать. Вот это он мне говорит. Вообще такой был офигевший. Там на этом море. Они сидели со своими родителями, вчетвером попивали венцо, а я там пахала возле них. Такой офигевший был. И он вообще в принципе был офигевший. Я недавно рассказывала своей подруге Маше. Я говорю, как вот Маш, дальше надо было жить. Вот уже до тех пор, пока я начала выстраивать свои границы и вставлять ему клизму. Нет, нет. Он мог себе позволить такой вот, я там варю борщ, на кухне стою, да, а он лежит на диванчике нашем и фоткает меня на телефон. Как я стою, там горбатая, свеклу чище, присылает и мне говорит, посмотри, какая ты горбатая. Посмотри, какая ты горбатая. Как ты не втянула живот. Я говорю, ты больной. Я борщ варю. Ты больной, я говорю. Ты себя видел, когда ты борщ будешь варить. Малюсечка, ты просто должна и на кухне хорошо выглядеть. И вот такая вот шляпа, и я думаю, это о чем? Это сейчас он говорит, я не буду про свою Юлю ничего плохого говорить, потому что он приходит и как побитый пес бегает по квартире и только скажет одно слово, я его затыкаю и выгоняю. И он бегает, как униженный, оскорбленный. А тогда он сидел, и он мне и фотки эти слал, и живот ему не тот, и то ему не так, и даже это. Ты слишком рот сильно открываешь, когда ешь в кафе. Что это? Что это? Что это? А я, знаете, а я молчала, думаю, может, плохое настроение. Какое нахер плохое настроение? Это обесценивание. Это то, от чего я ухожу, куда я больше никогда не вернусь. Это то, что я беру в копилочку. Ты слишком рано открываешь рот, долго несешь туда вилку, и все мужики смотрят твой открытый рот. Ты больной? Это что? Это что? Это что за болезни? Вот от этого я ухожу. А вот быть таким молчаливым, бедненьким жертвой, это у них семейная мама тоже так молчит, сидит, типа жертва. Я не знаю, любил, не любил, он сейчас кричит, что он любил и любит, но нарциссы, они, когда их швыряешь, когда их кидаешь, им страшно, потому что эту свою черную дыру, которую не наполнила мать любовью, нарциссы обычно всегда у холодных матерей, нужно чем-то заполнять. И когда жертва, которую ты высасываешь, тебя пинает, это очень страшно. Поэтому ему страшно. Ему страшно, он не знает, если к кому-то другому присосаться, это же вложиться надо. Я сама обманом занималась, да, это, наверное, называется очки. Наверное, это называется незрелость. Мы с Катей обсуждали этот момент. Она говорит, да, ты знаешь, я когда разводилась с Лешей, мне тоже очень многие женщины, взрослые писали, мне говорят, ты знаешь, как правило, вот до 30 у девочек еще в жопе детства, еще не осознаешь. А когда после 30 уже, ты вроде бы как вырастаешь, созреваешь. Девушкам легче вырасти, созреть, потому что рождение ребенка, оно заставляет повзрослеть. Мужчинам это помогает армия, какие-то тяжелые ситуации. Может быть, мудрые родители, которые позволяют спорироваться. Да, пишите, какой мерзкий. Это я вам еще не рассказала какие-то ситуации. Он сейчас пишет, говорит, что я преувеличиваю. Неужели мне охота было бы сидеть и вот так врать? Неужели я бы, неужели я бы могла слить, выкинуть из своей жизни человека, который ко мне хорошо относился? Нет, не работал. У него была работа, он говорит, работа, когда мы писали, которой не нужен пиар. Работа, которой не нужен пиар, он покупал такси, машины такси, сдавал в аренду. Машина под такси. Там действительно реклама не нужна, но вся суть в том, что ни копейки из этого бизнеса семья не видела. Он так мне сказал, он говорит, малюсочка, нам нужно развивать мой бизнес. Давай я буду только вкладываться. А содержала семью я. Купила эту двухкоматную квартиру в рассрочку по 160 тысяч в месяц, оплачивала рассрочку. Содержала семью, одевала, обувала детей, себя, его. Он сейчас полностью весь одетый в мое. Дубленочка, тимберлендики, всякие водолазочки, вот это все. Я открыла вчера его ящик, а там куча подарков, там запанки, какие-то кошельки. А у меня нет. У меня вообще от него ничего нет. Вообще. Где были мои глаза? Вот где. Караоке сначала приносила, потом перестала приносить. Потом уже была только видимость. Зачем вы рассказываете это всем подряд? Потому что мой внутренний голос говорит, что у меня есть такая потребность говорить. Я буду говорить. Мне так надо. Вот. Поэтому, а я хотела же быть хорошей женой. Девочки, я поняла, что чем больше мы вот так искренно, жертвенно пытаемся быть хорошими, чтобы сделать счастливым мужчину, тем больше он потом пренебрегает нами. Нужно все-таки в тонусе держать. И, наверное, все-таки любят того, кто любит себя. У меня была с этим проблема. У меня была проблема с самооценкой, потому что я позволила с собой жить человеком, человеку, который позволяет себя любить, человеку, который вот так относится. Он всегда мне говорит, я говорю, где подарки? Чего ты такая меркантильная? В смысле меркантильная? А ты кто? Я тебя обслуживаю, обхаживаю, облюбливаю, облизываю. Ты кто? Почему только я должна вкладываться в эту семью? Давай ты вложись. Недавно смотрела у Бартона, да, хорошее высказывание. Он говорит, реализация мужчины в том, чтобы когда его жена пошла на встречу с подружками, она одела сапоги, которые ты купил ей. Взяла айфон, который ты ей подарил. Одела шубу, который ты ей купил. Взяла сумочку, которую ты ей купил. И пошла во всём твоём. Вот там твоя самореализация. А не когда ты гнобишь её, начинаешь ей затыкать рот, затыкать глаза, затыкать уши. Вот это самореализация. Остановитесь. Это не надо всем знать. Это надо всем знать. Это надо знать тем, кто в начале пути. Это надо знать тем, кто сейчас живёт и думает, может, это норм. Я тоже жила, думала, может, это норм. Может, у него плохое настроение. А потом я подумала, а зачем мне такая жизнь, где кто-то свою дерьмо, как в унитаз, будет у меня сливать. Неужели я этого достойна? Неужели я вся? На алименты будешь подавать? Конечно, буду. Конечно, буду. Сегодня у меня есть энтестограмм, завтра его не будет. Будут алименты. Конечно, буду. Он приходит к вам, не предъявляет. Если он предъявит мне что-то, я его вышвырну. Вызову полицию, вышвырну его. Что ему предъявить? Заправду ему предъявить? Он приходит постоянно с пустыми руками. Даже сегодня, 23 февраля, он пришел с пустыми руками. Он вообще не считает, что он должен что-то принести. То, что он притащил мне продукты в первый раз, это спасибо крестному Араму, крестному Ролану, который позвонил ему, сказал, Тигран, ты ушел, конечно, от нее, но о детях заботиться надо. Человек уже с опытом. Посоветовал ему. Вот. И уходил он очень пафосно, рассказывал ему там, там, бедненький, бедненький такой жертвой. Он всегда будет жертвой. Дальше больше, он будет жертвой. Он хочет, чтобы вы жалели. Квартиры приобретены все в браке. Вот. Юля, браво, молодец, недостоин тебя. Я понимаю, что, может быть, со стороны сейчас это не очень красиво выглядит, все, что я вот это вот рассказываю, но я отпускаю ситуацию именно в этом моменте. Я принимаю свои чувства. Я принимаю себя не только удобной, робкой, безропотной мышью. Я принимаю себя и такой. И советую вам тоже принимать себя любыми. От этого будет вам счастье. Многих болезней дастся избежать. Как я вас понимаю, тоже воспитываю сама троих сыновей. Отец детям не помогает. Да. Родители помогали или вам финансово? Нет. Они не помогали финансово. Отец дал 600 тысяч на первую квартиру, которая останется Тиграну, в которой он сейчас живет. Но там и мои были деньги. Чтобы они нам как-то деньги присылали и помогали. Нам такого не было. Вот. Спасибо. Хорошо выглядишь. Спасибо. Поднимал ли Тигран руку? Знаете, я с ним 10 лет так жила, в таком состоянии своей души, что за что меня бить? За что меня бить? Я же молчала. Приходил там после попойки какой-то с друзьями, а я ему, кушать будешь? Все хорошо? Кушать будешь? Нет? Ложись. Ну, 600 тысяч они дали своему сыну. Он сейчас из-за этих 600 тысяч кричит, что это его квартира. Это его наследство. Они как наследство ему дали. Чтобы они там звонили, помогали. Вот. Чтобы они как-то содержали. Даже такой был момент, когда уже конфликт начался. И вот в этом году отец Тиграну звонит, говорит, вези к нам детей на Новый год. Сказал, что в Новый год дети со мной. После Нового года, пожалуйста, вези. А там 2-го числа, 3-го сумасшедшие цены на самолет. Ну и, соответственно, Тигран звонит, даже при мне, по-моему, звонил, и говорит, дорого, папа? А отец ему семья дороже. Семья дороже? Какая семья? Родители, что ли? А чего же вы не помогаете, сыночки, корзиночки? Он, видать, так сказал, думал, я дам деньги на билет, как и обычно. Оплачивала всегда сама, а я не дала. Пусть сыночка, корзиночка, сам решает свои проблемы. Уже в Моздок больше дети и не поедут. Вот так вот. Я не знаю, детей будет он забирать, не будет забирать детей. Пусть только попробуют. Что подарил Ролану на ДР, я уже писала, все это обожали, конечно. Штуку подарил. Что было у него, то и подарил. Это же работать надо, чтобы что-то подарить. А тут с этим напряженка, с работами. Смотрела я вчерашний его эфир, где моя крышечка, где он смотрела, потому что такой анонс же был такой яркий, такой громкий, что сейчас всю правду расскажет. Думаю, господи, что же ты там рассказывать будешь? А он, окажется, тряпочки. Тряпочки пиарил свои. Видать, Габи посоветовал ему жареную тему сделать, чтобы тряпочки покупали. Да, штуку подарил. Ну, вы знаете, мне непонятно. Он всегда говорил, я говорю, почему ты детям не даришь подарки? Почему я покупаю, вкладываю в твои руки? Почему у тебя нет желания? Мам, папа никогда не дарил подарки. Мужик не должен дарить подарки. Юля, это не мужское. Я говорю, почему ты говоришь, что не мужское? Это мужское. Ты откуда знаешь, у тебя не было отца? И все, разговор закончен. Вот так вот. На этом крючке очень долго держал. Очень долго меня на этом крючке держал. Ну и, как говорится, сколько в ревочке не биться, а конец будет. И вижу, конечно, всю его глупость. Вижу, как он и детей своих сдает, предает. И как он все это делает, как это все нелепо, как все видно, каким он был львом, когда я всем голову откусывала за него. Кто он сейчас? Юля, ты овен. Он всегда для семьи. Если их предать, никогда не простят. Так и нужно. Но я же прощала ему предательство. Не надо прощать предательство. Правильно говорится, что если тебя предали один раз, то тот, кто предал, он дурак. Если второй, то дурак уже ты. Понимаете? И я разведусь и не буду жалеть. Конечно. Вот. А то, что как у него будет, он приходит, заискивающе заглядывает. Ну, кроме этих заглядываний у него ничего уже и нет. Ну, то есть ничего не делает. Да и правильно делает, что ничего не делает, потому что мне было бы тяжелее. Сейчас бы с букетами, если бы приходил. Настя, привет. Сейчас с букетами бы приходил. Сейчас бы мне подарками бы засыпал. Я бы уже метаться начала. Думаю, боже. А так, я понимаю, что я на верном пути и пру как паровоз. Он трус, да, поэтому предает. И очень глупый. Я вот не хочу, чтобы мои дети видели такой пример. Трусости. Поэтому Ролана я не остановила, когда он вчера сказал, я что, трус какой-то? Почему я сижу в комнате, себе под нос обсуждаю, а в глаза не сказал? Я не хочу пресекать у ребенка такое. Пусть он знает, что пусть он будет, как я. Пусть он может сказать лицо, пусть он может вытянуть конфликт. Пусть он знает, что есть последствия. Тигран тоже такой, когда только начались эти разговоры, он говорит, мне ничего не надо, квартиры детям, мы же детям покупали. С Моздока приехал, переобулся. Там, видать, маму и сестру захотели, квартиры мои. Говорит, будешь разводиться, все пополам. Все будем пополам делить. Вот так. Вот такой вот батьку. Общаясь с дураком, не оберешься с рама. Запомни ты совет Хаяма. Яд мудрецом предложенный, прими. Из рук же дурака не принимай бальзама. Мама заставляла Хаяму учить в детстве. Только сейчас я вникла в значение этого всего. Какие вши у детей? С вшами мне возвращали после Моздока детей. И с лишаями. Вот. Этим летом, когда я высказала свекрови, сказала, я не материлась. Я сказала, мне надо помогать. Так не пойдет. Я говорю, мне не подходит, что вы берете вино, садитесь вчетвером, оставляете мне одну с детьми, с тремя, и отрабатывать рекламу, где вы отдыхаете. Я говорю, так не пойдет. Нужно уважать друг друга. Я говорю, и вообще, да, я сказала, я к психологу пошла из-за вас. Я чувствую ваши отношения ко мне как к третьесортной. Я задавала эти вопросы на сеансе психолога. Что я такого сказала, что надо вычеркивать меня из семьи и кидать в игнор на полгода? Что это было? Правду сказала? А это уже проехали. Я потом пережую и выплюну. Так же, как и делала раньше. Ну вот. Гена, привет. Все с моей смотрят. Ребят, вот он кричал пополам. Со мной так не будет. Я сейчас не готова все сказать в эфире, но со мной так не будет. потому что я не первый год на свете живу и очень много знаю. потом все увидите. Да. Уж лучше голодать, чем что попало есть и лучше быть одним, чем вместе с кем попало. Тоже Хаян. Правильно пишите. Квартиры, да, мы детям. Вот прикол в том, что их уже пять, этих квартир. поэтому он пусть забирает вот эту вот, которую отец давал деньги, пусть у Хаева там живет. А детские квартиры пусть останутся детям. Дети от дагестанца, тем более пацаны, не примут вашу сторону. Смотрите, во-первых, он не дагестанец, во-вторых, если вдруг мои дети вырастут, а я знаю, что в какой-то момент они меня будут обвинять, им будет больно, я это приму. Я приму, потому что, во-первых, в силу возраста, во-вторых, если будет такой исход сегодняшних моих действий, значит, такая моя ответственность. Я всегда принимаю ответственность. Я несу ответственность за свои поступки, значит, будет так. Вот. Значит, будет так. Я никогда ничего не делаю, если я не подумала. И это решение, к которому я пришла, я долго принимала, я колебалась, вот, но мне не нужен, он когда приходит, я вижу не взрослого мужчину, а подростка, которого от маминой сиськи оторвали. Он хочет в уют, он хочет в удобное, он опять хочет под моё крылышко, он хочет спрятаться от подписчиков злых своих, которых он обижается, на которых он обижается. Он хочет опять вот так нырнуть ко мне, и всё. Там уже всё, там нету места. Туда уже не залезть. Вот. Нет, Юля, дети всегда будут на вашей стороне. И знаете, даже если я где-то не права, что там говорю правду, или ещё что-то, или где-то дети, может, настроены, а кто детям этим попу моет, сказки читает, кашку варит, ушко лечит. Вот кто с ними сейчас, тот и говорит. Зачем мне отбелять, делать ангелов из людей, которые о них не заботятся, из людей, от которых их бросают. Я не буду говорить лишнего, я не буду зудеть, но ангелов из них я делать не собираюсь. Не собираюсь. Вот. Это моё тоже решение. И когда пройдёт время, я с вами поделюсь. Я уже, знаете, хочу, чтобы я вышла в эфир и уже об этом не говорила. Чтобы уже я говорила о чём-то другом. У меня, кстати, в воскресенье, по идее, я уже иду на первое занятие по вождению. Да. Буду ли я менять фамилию? Честно сказать, детям менять фамилию, чтобы они привыкали к другой фамилии, нет смысла. Очень много документов. Есть собственности кое-что. Сейчас поменять фамилию, чтобы... Сейчас поменять фамилию, чтобы менять потом все документы, смысла нет. Я человек практичный. Пишут, вот 600 тысяч за квартиру, за 600 тысяч квартиру не купишь. Проект дал 500 тысяч после свадьбы. Мы на экскурсиях с Тиграном около 300 заработали. Квартира около 2 миллионов стоила. Остальное он там в караоке зарабатывал. Мне проект тоже зарплату платил. Я вспоминаю эти дни, когда мы жили за счет Тиграна. Я действительно пожила сначала за счет Тиграна. И я раньше думала, что вот этот период, связанный с Роланом детством, это вот рождением, что это была послеродовая депрессия. Поэтому я вспоминаю все, вот как будто такие серые дни, мрачные. На самом деле у меня просто не было денег. Я у него выпрашивала капли для Ролана в глаза, потому что у него там был недоразвит слезный канал, и там какой-то гной надо было капать. Я у него выпрашивала какое-то масло, какую-то колбасу. Он постоянно ворчал, что там надо собирать. Он не давал мне денег. Он не одевал меня. Я рассказывала уже в эфире, что тогда почему-то я этого не замечала. Видимо, потому что не было примера. Не было у меня отца, который бы меня содержал. Не было. Содержала всегда всех мам. И я не задавала ему вопрос, почему ты мне не покупаешь одежду. Я на проекте, когда была беременная, уходила беременная, я оставила все свои небеременные вещи там. И когда я родила и похудела, оказалось, что мне нечего носить. Мы жили тогда на съемной квартире. И меня одела Катя. Она когда услышала, что мне нечего одеть, она мне передала в такси два мешка одежды с проекта, которые там у нее были. Такая поклонница и присылала одежду. Семачев, помните, давали. Не Семачева, Димин магазин одевал, участников. Она мне собрала и прислала. Я ходила в ее подарках. А сейчас сидеть и делать из себя бедненького, несчастненького очень просто. Сейчас очень просто. Я тоже могу сейчас прикинуться бедненькой. Но это не моя роль, я не бедненькая. Я выгребала из таких ситуаций, что ему даже не снилось. И сейчас выгребу. Сегодняшняя ситуация это не самая страшная ситуация в моей жизни. Я из нее выгребу. Почему родители Тиграна нам не помогали? Ну, я не знаю, почему они нам не помогали. Потому что они помогали своей дочке. Они всю жизнь помогают дочке, не помогают сыну. Вот дочь взяла недавно квартиру в ипотеку, вторую, видать, на нас смотрела. В одной жила, так нет же, захотела. Не хочу жить в студии, хочу жить в полноценной однушке. И в ипотеку влезла. Родители все денюжки вытащили, ей отдали. Ну, это их проблема, это их семья. Вот. Помогают. Они помогают дочке. Покажите таксиста святого человека. У мужчины все нормально. Им должно быть стыдно. Вы знаете, стыдно, когда видно. Вот сейчас я это видно и делаю. Правильно. Пусть каждый получает по заслугам. Ну, пусть каждый человек, который когда-нибудь пытается обидеть другого человека, понимает, какие орудия могут быть в кармане у того, кого мы обижаем. Они же знают, что я блогер. Они знают, что у меня многомиллионная аудитория. Помимо моей страницы, это все раскидывают по ютубам, везде это люди смотрят. Неужели не хватило мозгов не обижать так? Не пыталась ли свекровь с вами поговорить за это время? Нет, она не пыталась. Она только сыночку, корзиночку накручивает, чтобы пришел, мне леща дал. Он тогда же пришел, сказал, если ты еще что-то скажешь о родителях, я тебе леща пропишу. Это вот привет из Моздока. Когда он такой агрессивный, как, знаете, натравленная собака приходит, это привет из Моздока. Вот. И я это вижу. И доиграется он, если что-то сделает. Не боюсь я его. Не боюсь. Единственное, мне страшно, что он же эти стволы понакупал, эти пистолеты свои, фотографирует автоматы, чтобы не пострелял. Но я думаю, душка не хватит. Передайте таксисту от нас привет, скажите ему, что он классный. Вам привет люди передают. Вот сказала. Перестала ли Лиза писать гадости? Перестала, я ее заблокировала. Но до нее, наверное, потом уже позже, до последнего вагона дошло, что я буду сливать это все. Вы знаете, вот благодаря вам это такое мощное орудие. Вот если бы не было у меня сейчас инстаграма, они бы меня обижали. Я бы с ними боролась, конечно, потому что я не пальцем тоже деланная, но они бы меня обижали, они бы меня давили бы своими методами. А сейчас они против огласки вообще не имеют никакого орудия. Огласка их задавила. И я спокойно себе живу. Вот. Зачем деньги ему на стволы давали? Он сам брал. Сам брал, понакупил их, теперь страшно. Умная, красивая такая, энерджи. Да, я энерджи. И я в конце в конце начала замечать, что когда он приходит, вот когда, помните, он ушел, и я при одном условии его пустила, вы потом позже узнаете, что за условия, я обязательно его расскажу. И вы поймете. Вы поймете все. Вот. Я его пустила назад, и я поняла, как он высасывает из меня всю энергию. Какая я становлюсь опять, почему-то даже некрасивая себе казалась, какая-то больная, слабая. А он, наоборот, расцветает. Вот. А он, наоборот, расцветает в этот момент. Он трус. Ничего никогда не сделает. Ну, я тоже его принимаю таким, пусть таким будет, просто пусть освободит место, как говорится. Новые ботинки нужно покупать тогда, когда выкидываешь старые, потому что, если шкаф мал, то будет тесно. Поэтому старые ботинки нужно выкидывать, идти дальше. Вот. Инфинити чья? Вампиризм, да, правильно? Инфинити на отца записано. Вот. А покупала ее я. Он взял ее в кредит тогда. И я выплачивала за него этот кредит. Почему хватит Тиграна обсуждать? Он же меня вчера обсуждал 3 часа. Вот я его обсужу. То, что он там решил, я плохого про мать своих детей не говорю. Это ему плюсик. Додумался до этого, молодец. Но и он же уходил от матери своих детей, а не я. Поэтому пусть слушает, пусть обтекает. Сейчас сидит. За что боролся? Он просто за то время, что я с ним жила все эти 10 лет, и дура жалела его. Никогда не жалейте мужчин. Жалела его. Снисходительно к нему очень относилась. Никогда не колола его. А он, знаете, как дитя. Вот ребенка же мы никогда не накажем, как мы можем наказать взрослого. А дитятка позволяла себе. Я ему сказала однажды, Тигран, ты сейчас все ножи в меня воткнул, но я даже свой малюсенький ножик еще не достала. У меня такие сабли в ножнах есть. Ты охереешь просто. Но я их не достаю. А он не думал. Он глупый. Он думал, что я дурочка. Что он сейчас фыркнет, меня оставит с тремя детьми одну, чтобы я барахталась. И я приползу. Я не приползла. А я вывезла. И вывезу дальше. А он забыл, что я такая. Он забыл, что я не буду ползать. Что я сильная. Что я не слабая. Что я еще его в порошок сотру. За это предательство. За то, что он так слился. Что я не буду прощать. Что я не обмякну. И даже если где-то у меня будет что-то болеть, я это все сожгу, выжгу и вышвырну к чертям. Он забыл. Потому что я ему это не показывала. Потому что он как хотел, вот так и верховодил. Фоткал. Кто-то мне рассказывал все. Постоянно самоутверждался. За счет меня. За счет детей. Рассказывал Ролану. Ребенок растет. Вот у нас дома, если что-то теряется, я говорю, Ролан, где? Он знает. Он растет таким всеконтролирующим ребенком. Он все знает. Он все слышит. Он может спать, но он услышит, узнает, запомнит. Это один из его талантов. Я такая. От меня никогда ничего не скроешь. Я все вижу. Все теку. У меня глаза на 360 градусов. И он такой же. И вместо того, чтобы ребенку говорить о том, что... Блин, классный у тебя талант. Тигран его постоянно назвал сплетником. Ролан сплетник. Сплетник. И я думала... Сначала я думаю, почему так? А потом я поняла, что... Прочла умные мысли. Многие пишут, что Юля начитала психологов. Прочла о том, что детей нужно родить, изучить и принять. Любить. Не мешать расти. Не мешать развиваться. Потом отпустить. Принять надо его таким. Надо принять его таким всеконтролирующим. Если ребенок обидчивый, надо принять его обидчивым. Если ребенок медленный, медлительный, надо принять его медлительность. Надо принять его. Даже если тебе тяжело. Нужно понимать, что... Да, вот такой у тебя ребенок. И не надо его ломать. Вот Тиграна самого ломали. Их ломали. Их подгоняли под что-то. Под удобный унитаз, наверное. Вот. Поэтому я сейчас понимаю, что детей своих нужно спасать. Вот так вот. Уже почти приехали. Поездка прошла. Не скучно. Спасибо вам, что... Да, слишком агрессивно. Агрессия есть во мне. Вы, когда посмотрите сохраненный эфир, вы поймете, что я принимаю свои чувства. И это чувство тоже. Я неудобный унитаз. Я Юля. Вот такая, какая Юля есть. И мудрость в этом тоже заключается. Да, ты где-то можешь не выплеснуть на человека, если ты понимаешь, что это не несет урон тебе. Мы с Катей тоже. Катя, она импульсивная очень. Я ей говорила, что не всегда нужно вот так вот петушатить сразу. Можно сдержаться. У нее другое, конечно, мнение. У меня другое. Но и перегибать в этом тоже нет смысла. Все, злая, злая, злая. Всем удачи. Не болейте. Будьте в ладах с собой. Слышьте свой внутренний голос. Да, очень агрессивная. Очень, очень агрессивная. Плохая. Сейчас попью молочка от вредности. Вот. Да, удобным быть очень невыгодно. Потом все равно придется за это платить. Вот. Придется платить. Оставь его без спорок. Придет момент, когда мне это будет уже неинтересно. Я знаю. Когда я все выскажу, когда я все вылью, когда всю правду все узнаю, уже нечего будет сказать, я уже перестану говорить. А пока всем здоровья, удачи. Пусть ваши мечты сбываются.